Приветствую всех, друзья! На связи с вами Владимир Медведев, проект ReadInfobis. И в данном обзоре я бы хотел разобрать связку из нескольких сайтов, первым из которых является вот такой вот проект NatNews, на котором мы видим якобы обзор сервиса Investion.cf от некого Леонида Смитыгина, который якобы является бизнес-журналистом у нас. По сути, это постановочный сайт, который никуда вас не ведет, кроме как на сам вот этот вот сайт Investion с денежным искусством якобы. Вот если мы вернемся назад, нажмем, допустим, на какие-то другие ссылки, то переходить мы будем все равно на данный сайт, на сам сайт Investion. Причем вот этих вот как бы форумов, да, или новостных сайтов, точнее подделок под них два, один расположен на домине netnews.jq.frash, второй расположен на чистом домине netnews.jq. Различия в данных сайтах лишь в том, что продвигаются они через два каталога партнерских программ, То есть в дальнейшем на уже самом сервисе Inversion.cf нам придется производить те или иные оплаты. И проходят они в случае, если вы попадаете на первоначальном этапе на домен Slash Fresh, то оплачивать вы будете все это в последующем через сервис ClickPay24. Оплата принимается вот таким вот продавцом Moneymaker. Если жмем из каталога по ссылке, то попадаем мы как раз таки на вот этот вот обзор. Впоследствии попадаем на сайт Inversion.cf, где уже собственно и оплачиваем деньги. Второй сайт, он соответственно двигается через каталог партнерских программ E-Pay TV. Вот этим вот автором Брэд Питт, Ласточкин Андрей. Кликаем, если через этот каталог на ссылку, то попадаем вот на чистый домен мы вместе с вами. Здесь также вот дальше нас будет перекидывать на этот Inversion.cf, где собственно и будут происходить последующие оплаты, и где мы соответственно будем расставаться со своими деньгами. В общем, продавца, который принимает эти оплаты, хоть он и под разными именами это делает, по сути он использует один и тот же домен. Поэтому что нам это говорит? Это нам говорит о том, что во-первых, и оба этих сайта, и сайт самого Inversion принадлежат одному и тому же человеку. А поскольку принимает их частное лицо, а не какой-то там фонд, то мы уже на начальном этапе можем предположить, что данный заработок просто нереален. Он вымышлен, и расчет идет лишь на то, что вы будете платить, расстанетесь со своими деньгами, и в дальнейшем у вас, как всегда, попросту обманут. Но для того, чтобы не голословить, давайте посмотрим, как это все работает или не работает. В прямом эфире жмем «Зарегистрироваться». Войдем при помощи ВКонтакте. Так, и вот здесь вот мы можем инвестировать в разнообразные продукты. 180 рублей, 390 рублей, 680 рублей, 980 и 1900. Так, после инвестирования 1 900 рублей мы получим договор, а также доступ к своему личному кабинету инвестора. Ну, чтобы нам потом не сказали, что нам нужно ждать какой-то промежуток времени очень длинно, давайте инвестируем 1 900 рублей. Кликаем. Попадаем мы на форму оплаты от сервиса ClickPay24. Вы же можете попасть на немного иную форму оплаты, допустим, от сервиса ebay.tv. Также мошенники, возможно, могут изменить дизайн данной формы, но это роли никакой не играет, ни дальнейших действий менять не будет, поскольку этот проект принадлежит все одному и тому же лицу. Сейчас я произведу оплату на 1 899 рублей для покупки долей за 1 900 рублей. И далее продолжу запись этого ролика, чтобы вы смогли посмотреть своими глазами, что вас затем ожидает. Итак, друзья, мы успешно оплатили покупку долей за 1 900 рублей с получением пин-кода. Нам предоставили вот такую вот ссылку, кликаем по ней. Так, показывают нам вот такой вот сертификат, обещают доход от 31 000 до 32 700 рублей в неделю. И так, мы можем таким вот образом перейти. Вот так, что-то она не открывается. Кликаем еще раз. И вот в новом окне у нас открывается такая вот штука. Причем это просто ссылка. То есть вы можете вбить у себя на компьютере точно такую же ссылку. Inversion.cf.win.pass5.html. И перейти на вот эту вот страничку. Так, здесь нам нужно ввести пин-код. 0,480. И жмем перейти в личный кабинет. Вот мы в него попадаем. Здесь наш текущий доход немножечко растет. Также рекомендуют нам инвестировать в остальные проекты. И вот, давайте заполним поля для вывода. Я так с деньги выбираем. Вставляем номер счета. Так, только для... Так, адрес не нужно вводить. И жмем вывести средства. Так, минимальный вывод нам пишут, что недоступен. Какой же минимальный вывод здесь? Вот денег не достигнута. Минимальная сумма. В общем, вывести эти деньги мы пока что не можем. Как мы видели в презентации самого ролика, автор, точнее, тот человек, который тестировал данный сервис, он якобы вывел 1 тысячу рублей. 1 тысяча 700. Вот здесь кто-то нам показывает. Вывел 2 тысячи рублей, 2 тысячи 200 рублей. Как бы люди отсюда выводят. Поэтому я сейчас приостановлю запись этого ролика. Дождусь пока на балансе накопится 2 тысячи рублей. И затем вновь попробую вывести эти деньги. И мы вместе с вами сможем посмотреть в режиме реального времени, выводят ли данный проект какие-то деньги или же нет. Итак, друзья, мы подождали определенный промежуток времени. Здесь у нас на балансе показывается баланс в 1913 рублей уже. 15 рублей. В общем, в данном видео на блоге мы видели, как в прямом эфире обзорщик якобы вывел 1 тысячу 730 рублей. И давайте вот попытаемся и мы с вами вывести 1 тысячу уже 944,51 рубль. Жмем вывод денег. И нам пишут, что недостигнутая минимальная сумма для вывода. Обновляем страницу. Еще раз обновляем. 1 тысяча девятьсот восемьдесят два рубля. Так, еще раз введем реквизиты. Номер Яндекс.Деньги. Вывести средства. И вот здесь вот у нас возникает все та же самая ошибка. Минимальная сумма для вывода не достигнута. Чтобы поскорее ее достичь, инвестируйте как можно большее количество процессов, чтобы ускорить процесс. У нас, собственно, уже 2 тысячи рублей. 2 тысячи тридцать один рубль здесь на балансе. Здесь вот мы видели, что людям как бы выводят и такие деньги, и по 2 тысячи рублей. Жмем вывод денег. И нам все то же сообщение пишется, что недостигнутая минимальная сумма денег. На балансе 2 тысячи шестьдесят семь рублей. Семьдесят четыре рубля. Давайте дождемся этого момента, где будет показано, как человек якобы вывел 2 тысячи ровно. А вот здесь якобы выплата поступила на 2 тысячи кому-то. Последняя. У нас уже больше, чем 2 тысячи. Жмем и, соответственно, видим одну и ту же табличку. Это говорит о том, что никаких денег на самом деле вы из данного сервиса не получите. И мошенники как бы уже свое получили. А предлагают они вам инвестировать в остальные проекты для того, чтобы выманить у вас еще больше средств. Сколько бы здесь на балансе не накопилось, вы будете видеть в конце концов все одно и ту же самую надпись, что они достигнуты. Минимальная сумма для вывода. И на этом как бы все. Думаю, всем все понятно. И можно подвести итог. Мы категорически не рекомендуем никому прислушиваться к вот этому вот обзору на сайте NetNews и связываться с проектом инвешан. Связываться с ним, соответственно, покупать какие-либо пакеты на нем для якобы инвестиций, потому что в конце концов вы получите вот такой вот красивый личный кабинет, в котором сумма ваша будет расти на балансе якобы, да, вот этих вот виртуальных денег, которые просто нанесованы. Но вывести вы их по факту не сможете. На этом данный обзор подошел к концу. Если он оказался для вас полезным, то тогда подписывайтесь на наш YouTube канал. Также обязательно подписывайтесь на нашу новостную e-mail рассылку, для того чтобы получать обзоры подобных лохотронов прямиком на ваш почтовый ящик. Ссылку на подписку вы сможете найти немного ниже данного ролика. А если вы реально хотите зарабатывать в интернете настоящие деньги, то тогда я рекомендую вам ознакомиться с проверенными методами для заработка на нашем блоге. Ссылку на данный раздел вы сможете найти также немного ниже данного ролика. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был Владимир Медведев, проект Elite InfoBiz. И до скорых встреч.